Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Эфириум 2.0 готовится к запуску уже в декабре. Депозитный контракт уже действует, и после долгих-долгих переносов и задержек, эфириумные медведи должны наконец признать свое поражение. Я думаю, что эфир 2.0 обязательно должен запустить бычий тренд. Это событие такое же существенное для эфириума, а может быть даже более существенное, чем халвинг для биткоина. В этом видео я расскажу, что вам нужно знать о приближающемся событии, а также постараюсь предположить, что же случится дальше с эфиром. Эфир 2.0 это очень серьезная вещь. 3 ноября уже ходили слухи, что стартовый контракт эфириум 2.0 уже размещен на гитхабе. Это оказалось правдой и уже подтверждено. Адрес депозитного контракта эфир 2.0 уже доступен, и вы можете взаимодействовать с ним прямо сейчас. Также стало известно, что запуск генезис блока эфириум 2.0 состоится 1 декабря. Удивительно, но люди уже сейчас используют этот депозитный контракт и осуществляют стейкинг эфириума в размере 32 эфиров. Но, чтобы получить возможность запуска основной сети к 1 декабря, нужно собрать 524 тысячи эфиров на этом депозите. Если необходимое количество эфиров не будет собрано, дату запуска опять перенесут. На данный момент уже собрано более 42 тысяч эфиров, и сумма растет с каждой минутой, ведь все больше людей присоединяется к стейкингу. Это видно в транзакциях на блокчейне. Похоже, именно поэтому эфириум в последние дни так уверенно растет. 18% роста за неделю. Я уверен, что необходимое количество эфира наберется достаточно быстро, так как эфириумные киты присоединились к процессу, в том числе и несколько старых богатых адресов. Напомню, что для осуществления стейкинга через новый контракт необходимо иметь 32 эфира. Как мы видим, количество кошельков, на которых хранится 32 эфириума, сейчас достигло исторического пика. Кстати, если вы не можете позволить себе накопить 32 эфириума, не расстраивайтесь. Уже ведется работа над пулами, которые позволят заниматься стейкингом эфириума и без этого условия. Консенсус, это дизайн студии эфириума, уже анонсировала скорый выход простого в использовании интерфейса для осуществления стейкинга. На данный момент уже существуют стейкинг-сервисы, например, RocketPool и Encore, которые позволяют вам осуществлять стейкинг с минимальной комиссией, около 0,01 эфира. Такие сервисы позволяют вам обойти некоторые сложности стейкинга эфира. На данном этапе появляется закономерный вопрос, а является ли стейкинг 32 эфиров в эфириум 2.0 хорошей идеей? Прежде всего, нужно понять, насколько выгодно соотношение рисков к потенциальной выгоде. Дело в том, что сейчас появляется все больше всяких мошенников в связи со скорым запуском эфириум 2.0. Кроме того, вы не обязаны заниматься стейкингом вовсе, это не ваша прямая обязанность в качестве холдера. Как говорил древнегреческий философ, стейкать или не стейкать, вот в чем вопрос. Однако, если вы решили участвовать в стейкинге, вот некоторые риски, о которых вы должны обязательно знать. Самый большой из них, у вас не будет возможности снять свой эфир. Это путешествие в один конец. Ваши эфириумы станут доступны на гораздо более поздней стадии запуска эфириум 2.0. 1 декабря, чтобы вы знали, будет запущена лишь нулевая фаза, бикон чейн. То есть пройдет как минимум год, прежде чем вы получите доступ к своему эфиру, а может быть даже два. В дополнение к этому, вы можете быть оштрафованы за любые злонамеренные действия, вплоть до вероятности потерять некоторые, а возможно и все стейковые эфиры. Особенно если вы запустите собственный валидатор или ноду, а потом уйдете в оффлайн по какой-то причине. Это маловероятные сценарии, но о них тоже нужно знать. На данный момент в тестовой сети работает 5 различных команд, а также присутствует целая толпа аудиторов и исследователей, а также бета-тестеров. Но несмотря на это, баги все еще могут проявляться. Такую вероятность тоже не стоит исключать. Конечно же не все так плохо, иначе никто бы не занимался стейкингом в эфириум 2.0. Поэтому если вы храбрый первопроходец, то награда за это может быть довольно значительной. Установленное вознаграждение отмечено в пределах 15-20% в том случае, если общий размер стейкинга не превысит 1 миллиона эфиров. Чем больше будет превышение указанного объема, тем больше будет падение вознаграждения. Однако вы также будете получать дополнительные токены под названием Beacon Ether или BETH. В данный момент нет какого-то конкретного названия. Если этот токен будет торговаться, а я думаю, что он будет торговаться, скорее всего вы получите этот Beacon Ether, который будет токеном NFT. Такой себе цифровой знак почета за то, что вы были достаточно храбрые для того, чтобы быть первопроходцем в стейкинге эфир 2.0. Кроме этого, вы наверняка получите приятные ощущения от того, что поддержали этот многообещающий проект на ранней стадии. Это было простое изложение за и против стейкинга в эфир 2.0. Что касается меня, я не буду стейкать эфириум, просто потому что в данный момент для меня лучше будет использовать всю свою ликвидность тогда, когда мне это будет необходимо. А не замораживать ее на год или даже два. Даже несмотря на вознаграждение, то, что у меня сейчас есть в эфириуме, меня полностью устраивает. И я не хочу брать на себя риски стейкинга ради каких-то дополнительных процентов. Я предлагаю поговорить об общей картине всего этого события. Ведь и так понятно, что это событие и так много значит для криптовалютной экосистемы. Эфир 2.0 однозначно будет оказывать огромное давление на все платформы смарт-контрактов, даже на те, которые не имеют к нему отношения. А также и на те проекты, которые ищут возможности взаимодействия с экосистемой эфириума. Сейчас эфириум удерживает доминантное лидерство как в отношении темпов разработок, так и по количеству приложений, построенных на его основе. А также не стоит забывать и о количестве пользователей. Эфириум без сомнения имеет наибольшее распространение и принятие среди предпринимателей и разработчиков. Конечно же есть исключения, но многие из конкурентов попадают именно в категорию догоняющих эфириум. Также не нужно упускать из внимания такие технологии масштабируемости второго уровня, как Ролаппы, которые строятся в различных приложениях, например Синтетикс. После взгляда на общую картину начинают возникать вопросы, а для чего вообще будут использоваться другие чейны, когда эфириум будет полностью завершен. Эфир 2.0 будет совершать тысячи транзакций в секунду, а когда будут добавлены решения масштабируемости второго уровня, станет совершенно очевидно, что эфириум однозначно закрепит за собой доминирующее лидерство в нише смарт-контрактов. Другие проекты, такие как Polkadot, Cosmos и иные подобные блокчейны, тоже могут пользоваться успехом в этом сценарии, так как они не строят закрытую систему, а фокусируются на совместимости и рабочем взаимодействии с эфириумом и всеми остальными блокчейновыми пространствами. Конечно, необходимо отметить, что полный запуск полнофункционального эфириум 2.0 займет около двух лет, но все же, ребята, наконец-то это начинается уже 1 декабря 2020 года. И в заключение я бы хотел сказать, что эфириум 2.0 может повлиять существенно на цену эфириума. В этом вопросе есть два аспекта, краткосрочный, который, по моему мнению, приводит нас именно к 1 декабря, запуску нулевой фазы. Это просто хайп. Но все равно не стоит его недооценивать. Хайп, который создается людьми вокруг конкретных криптовалют и история вокруг всего эфириума, явно несет в себе бычье настроение для этой криптовалюты. Возгласы, что эфир 2.0 уже стартует, что уже все началось, что это не просто далекая идея, а буквально наступающая реальность конкретной датой 1 декабря, все это дает инвесторам уверенность и соответственное настроение. Я считаю, что ралли эфириума на этом этапе, скорее всего, запустит следующий большой цикл альткоинов и принесет им хороший подъем к концу года. И второй аспект, если говорить о цене эфириума, связан с дефицитом потенциальным. Что произойдет, если объем стейкинга в эфириум 2.0 доберется до 10 миллионов эфиров, которые будут залочены в этом стейкинге? Это вызовет огромный шок для доступного предложения, что без сомнения скажется на цене эфириума. Конечно, при уменьшающемся предложении цена может вырасти еще больше. Такое предположение строится на том, что мы увидим гигантские объемы стейкинга, что приведет к тому, что холдеры скупят весь эфириум на бирже и застейкают его в эфириуме 2.0, залочат на кошельках или поместят в лендинговые платформы. В итоге уменьшение предложения монет эфириума. Для институциональных покупателей такие действия добавят еще больше уверенности в том, что необходимо покупать и инвестировать в эфир. Грей Скейл, фонд, который им помогает, уже контролирует 2,13% от общего объема эфириума. И я думаю, что эта цифра значительно вырастет вместе с возрастающей уверенностью инвесторов в эфириум 2.0. Но это лишь мои мысли на текущий момент, и я бы хотел услышать ваши. Как вы относитесь ко всем этим событиям? Будете ли вы осуществлять стейкинг или считаете, что риски просто не стоят этого? Напишите в комментариях. А меня зовут Богатейший Динь, не забудьте поставить лайк, мне всегда это приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»